Поговорим про работу инструмента нож и его вариации в блендере. Для этого я создала во вьюпорте сферу, поместила ее в центр рабочей области. Перейдем на ее режим редактирования и посмотрим в панели инструментов. Если мы прокрутим сверху вниз, здесь в разделе Add у нас будут несколько инструментов, которые нас интересуют в данный момент, Knife, Select, Knife Project и Bissect. Выберем первый из них, это Knife, просто нож, горячая клавиша K. При этом мы видим, что у нас курсор поменялся на иконку острия ножа. Внизу мы можем увидеть различные опции этого инструмента. Хочу сказать, что такие опции существуют не только для инструмента нож, а также для многих других опций и действий в блендере. Вы, когда производится какое-то действие, посматривайте в горизонтальную панель. Возможно, вы найдете какой-то способ применения вашего привычного инструмента, о котором вы не знали или который подзабыли. В данном случае эта панель может быть вам очень полезна для вспоминания такого рода вещей. Иногда обнаруживаешь там такие вещи, что, думаю, вообще невозможно. А вот они, оказывается, здесь. Достаточно просто нажать одну клавишу. Но это все отступление. Давайте перейдем к работе инструмента ножа. Мы можем тут много чего увидеть. У него много различных опций. Ну и посмотрим их все сейчас на примере. Если мы будем щелкать левые клавиши мыши на поверхности, то мы будем отмечать разрез. Один шелчок, одна точка. Если мы хотим замкнуть разрез, то есть поставить конечную точку, например, здесь, и чтобы он автоматически замкнулся к первой точке, то нам достаточно в выбранной конечной точке два раза кликнуть мышью. Вот разрез замкнулся. При этом инструмент «Сам нож» нам остался доступен. Он не выключился. Если мы будем удерживать «Контрол», то мы, помимо прилипания автоматического к вершинам объекта, мы сможем прилипать к серединам отрезков между этими вершинами. Это может быть полезно, если нам нужно сделать разрез точно посередине этих отрезков. Если мы будем удерживать «Шифт», то, напротив, изменим поведение по умолчанию, и наш инструмент не будет прилипать к вершинам объекта. Если мы сделаем первую точку, а затем нажмем «С», то увидим, что следующую точку разреза можно сделать только под углом, который является множителем 45 градусов. Это очень удобно, когда нужно сделать горизонтальные или вертикальные линии на объекте. Я отменю правой клавиши мыши. Все наши сделанные до этого разреза и снова вызову инструмент «Нож» клавишей «Кей». Сделаем простой разрез в виде квадрата, условно квадрата. Если мы повернем объект на обратную сторону, удерживая колесо мыши, то увидим, что на обратной стороне ничего не отразилось, то есть наш объект не был разрезан насквозь. Для этого и существует вот эта горячая клавиша «Z». Если мы нажмем ее и начнем дальше резать объект, а затем повернем его, то увидим, что все те действия, которые мы выполняли со включенной клавишей «Z», отразились и на обратной стороне объекта. Мы можем сейчас отменить действие с помощью правой клавиши мыши, а затем включить нож и, например, разрезать сферу на две части. Подтвердить «Enter». И, как вы видите, я забыла, естественно, включить режим прорезания насквозь. Отменяем. Включаем нож с помощью клавиши «Key». Включаем «Z». Делаем разрез. Подтверждаем с помощью «Enter». Вот сфера разрезана на две части. Отменим и это. И посмотрим на вариацию инструмента «Нож», которая работает только с выбранными полигонами. Выделим несколько полигонов на поверхности сферы. И нажмем клавишу «Select» либо «Shift-Key». Ее сочетание по умолчанию. При этом мы увидим, что инструмент остался все тем же самым. То есть нож, подсказки те же самые. Единственное, чем отличается этот инструмент, он режет только по выбранным поверхностям. Если мы начнем зигзагом резать наш объект, а затем подтвердим с помощью клавиши «Enter», то мы увидим, что разрезы сделались только на тех полигонах, которые мы выделили заранее. Вся остальная часть объекта осталась нетронутой. Еще одной вариацией ножа является инструмент «Bisect». Он позволяет как раз насквозь разрезать объект плоскостью. Посмотрим на его работу. Для этого щелкнем клавишу «Bisect» и увидим ошибку. Ничего не выбрано. Он также работает только при выделенном заранее каком-то числе полигонов. Выберем несколько полигонов. Нажмем клавишу «Bisect». Для того, чтобы поставить первую точку нашей прямой, мы нажимаем и удерживаем левую клавишу мыши и тянем эту линию, которая у нас образовалась, в том направлении, в котором нам надо. При этом мы видим, что при ее перемещении разрез идет по полигонам, которые мы выбрали заранее. Когда мы готовы сделать разрез, мы просто отпускаем левую клавишу мыши. Разрез готов. При этом только выбранные полигоны остались разрезаны, задняя часть не разрезана. Если бы мы выбрали полигоны на передней и задней части, разрезаны были бы обе. Действует только то, что было выделено. Так что, да, не разрез насквозь, а только то, что было выделено. Отменяем. И перейдем в объектный режим, чтобы посмотреть на последний интересный нам инструмент. Сейчас я покажу, как он называется. Он называется «Nive Project». Для этого у нас должна быть форма. И, собственно, наш объект. Мы будем вырезать отверстие в нашем объекте с помощью той формы, которая у нас есть. Форма – это просто экструдированные по какому-либо силуэту вершины. В данном случае я сделала сначала просто круг, а затем через одну его вершину притянула к центру, чтобы получилась звезда. И давайте попробуем вырезать с помощью нашей звезды дырку в сфере. Для начала поместим ее так, чтобы ее было видно с переднего вида. Затем перейдем на режим «Спереди» с помощью клавиши 1. Чуть-чуть опустим ее. Ну, так, для красоты. Чтобы, значит, сделать дырку в форме звезды в нашей сфере, мы выделяем сначала наш контур, с помощью которого мы будем вырезать. Затем, удерживая клавишу «Shift», выделяем сферу. То есть выбраны у нас сейчас два объекта. И переходим на режим редактирования сферы. Теперь снимаем выделение, если оно у нас было. Впрочем, это не обязательно. И нажимаем «Nive Project». Если мы сейчас повернем в «Viewport», то мы увидим, что вот наша звездочка отпечаталась на сфере. При этом мы можем тут же удалить нужные нам фейсы, нажав клавишу «X» и удалив фейсы. Вот у нас образовалась дырка в сфере по форме звезды. Мы могли бы сделать это с любого угла, если бы я поместила звезду здесь. И выделила бы звезду, потом выделила сферу, сделала «Nive Project», то она бы отразилась от вида из «Viewport», то есть перпендикулярно экрану. Таким образом можно делать различные формы выреза в нашей геометрии. При этом она не разрезалась, как вы видите, полностью. Если вы хотите, чтобы она и с другой стороны была так же, то вы просто можете перекинуть форму на обратную сторону объекта, перейти в режим «Сзади» и сделать то же самое. Выделили звезду, с «Shift» выделили сферу, перешли на режим редактирования и нажали «Nive Project». Вот она отпечаталась, нажали «X», удалили «Face», и вы можете теперь даже при желании соединить эти две звездочки мостом, и у вас получится вот такой вот с вырезом в форме звезды сфера. Продолжение следует...